После сбора плодов яблони следует уделить внимание и провести необходимые работы по уходу за ней. Хотя порой можно услышать мнение, что осенние подкормки вовсе не обязательны, но специалисты и опытные садоводы-любители говорят о том, что осенний уход очень полезен и своевременное внесение удобрений поможет повысить иммунитет деревьев и их устойчивость к заморозкам. Тем более, что летние месяцы, когда происходит интенсивное созревание обильного урожая, вытягивают из растений немало сил. В эти месяцы происходит так называемая осенняя волна роста всасывающих корней, а значит самое время заняться осенними подкормками. Обязательно удалите сорняки из приствольного круга. Это сэкономит вам массу сил и времени в следующем году, когда из кажущихся сейчас небольшими сорных растений разовьется внушительное количество поросли. Прежде чем вносить питательные вещества, необходимо провести осеннее рыхление приствольного круга. Оно не займет у вас очень много времени, но эффект его весьма ощутим. Рыхление не только поможет поддержать почву ухоженной и будет способствовать лучшему усвоению удобрений, но и позволит бороться с вредителями. Ведь во время рыхления мы нарушаем ходы, сделанные насекомыми, а значит помешаем им перезимовать и выйти весной на поверхность почвы. Наконец, вносим удобрения. Сейчас нужно внести фосфорные и калийные удобрения, а также микроэлементы. Удобрения эти могут быть как водорастворимыми, так и нерастворяющимися в воде. В сырую дождливую погоду их можно рассыпать приствольном круге и обильно пролить излейки. Азот в это время года вносить не следует. Избыток азота может быть даже опасен осенью. Задержится возревание многолетних побегов и снизится зимостойкость дерева. После внесения удобрения в приствольный круг его следует накрыть слоем мульчи. Это может быть скошенная трава, слой торфа или, к примеру, декоративная щепа. Мульча поможет удержать влагу и питательные вещества в почве. Если все работы проведены вовремя и правильно, то на зимовку яблоня уйдет более защищенной, а с первых дней весны будет готова к тому, чтобы радовать вас сначала обильным цветением, а затем и отменным урожаем.